За четыре года реализации программы «Чистая вода» в Московской области достигнуты хорошие результаты. Если по статистике в 2014 году качественной питьевой водой было обеспечено 83% жителей, то с 2017 года «Чистая вода» из централизованных источников водоснабжения поступает к 93% жителей Подмосковья. В 2018 году мы запланировали построить, модернизировать 109 новых водозаборных узлов. В том числе мы приступаем к строительству ряда узлов бывших военных городов. Считаю эту работу стратегически важной. Сегодня мы проанализировали, что необходимо сделать для соблюдения графика строительства ВЗУ, а также для развития восточной системы водоснабжения. План на этот год достаточно большой, 109 водозаборных узлов. Мы действительно практически должны в этом году завершить программу. Изначально у нас планы 8-6 водозаборных узлов, дополнительно включено в программу еще 16 водозаборных узлов, и в том числе 7 водозаборных узлов, которые находятся в бывших военных городках, в которых практически мы принимаем вверх готовности системы водоснабжения и с водой ненадлежащего качества. Реализация программы в этом году охватит более 200 тысяч человек. На сегодняшний день в муниципальных образованиях, участвующих в программе «Чистая вода», активно приступили к выполнению работ. Уже введены 6 крупных ВЗУ. К концу года планируется выйти на показатели в 94%, тем самым привести выполнение программы к логическому завершению. 5 или 6% – это что? Кто это остался? Это, как правило, отдельные поселения, в том числе ИЖС, где меньше 200, меньше 100 человек живет и 50-40 домов. Там станция очистки ставит, конечно, экономически невыгодно, не потянет никакая экономика. Вот поэтому 94% говорит о том, что в конце 2018 года у нас централизованные системы, которые обеспечены только квартирные дома, объекты социальной сферы, детские сады, школы и так далее, будут обеспечены чистой питьевой водой. Там также будут программы газификации по аналогу, чтобы смотреть, что там комплексно в развитии территории, где обеспечивают чистой питьевой водой такие вот отдельные населенные пункты. Я правильно понимаю, что в 2018 году мы программы, по сути, это совершаем? Да, так точно, надо и делать. Состояние дела с подачей чистой питьевой воды в районском районе, в принципе, я оцениваю, как достаточно нормальная, стабильная. Мы подаем практически 92% чистой питьевой воды в нашу распределительную сеть с наших водозаборных узлов. И эту работу мы не останавливаем по приведению воды в нормативное состояние на наших водозаборах. В этом году мы сделаем еще три станции обезжелезования на трех наших ВНС. Это в поселке Спартак наиболее такая острая проблема, где наибольшее количество жалоб нам поступает по качеству воды. В селе Заворова и в деревне Юрово тоже люди обращались. И вот в этом году по инвестиционной программе Равенского водоканала мы эти станции обезжелезования построим. Плюс ко всему мы заменим достаточно серьезное количество сетей по инвестиционной программе Равенского водоканала. И в общей сложности сумма затрат в этом году у нас составит 145 миллионов рублей. Как отметил глава района, не всегда чистая питьевая вода, которая выходит с ВНС, доходит до потребителей в неизменном виде. В этой связи, по словам Андрея Кулакова, необходимо проводить замену коммуникационных сетей, которые устарели. Эта работа уже ведется по линии Равенского водоканала и Равенской теплосети. Это та вода, которая имеет право на то, чтобы ее употреблять. Но там превышение железа, может быть, взвеси какие-то есть, может быть, которая вода требуется фильтрации перед тем, как ее употреблять. Но, тем не менее, это, конечно, вода, на которую нужно уделить внимание. Хочу сказать, что основные, конечно, наши водозаборные узлы, ВНС наши, головные, городские, в других частях нашего района, те, которые дают наибольшее количество объема воды, конечно, они все уже оборудованы всеми современными системами очистки воды. Остались у нас очень такие небольшие, маленькие ВНС и ВЗУ, которые у нас обеспечивают небольшие населенные пункты. С ними, конечно, сложнее, поскольку, конечно, вложения в эти ВНС гораздо больше, чем отдача. Это даже чисто экономически просто не очень выгодно, но, тем не менее, мы все равно будем по этому пути потихонечку идти и дальше дорабатывать вот эти все недостатки, которые у нас имеются.